У нас вынужденная замена, позвольте мне спортивную метафору по мотивам недавних событий. К сожалению, по семейным обстоятельствам Наташа Чеботарь и Владимир Синельников сегодня не смогут выступить. Но, да, подогадывать, что человек появился здесь неспроста. С нами сегодня Сергей Сурганов, графический дизайнер, сотрудник Института Стрелка. И кроме того, страстный любитель книг, любитель настолько, что сегодня расскажет нам о 20 книгах, которые изменили его жизнь. Сергей. Привет. Я слышал? Я посчитал, что в среднем каждую неделю я читаю по одной книжке. И так на протяжении последних нескольких лет. Какие-то ок, какие-то не ок. И я хочу рассказать о самых-самых лакомых. Начинаем? Да. Наверное, у каждого я знаю, что она эта книжка. Для меня это первый опыт той книжки, при которой ты смотришь на этот том из серии бумаги, в котором почти нет картинок. И он дело носит туда далеко-далеко. И это книжка о компьютерах. На самом деле это книжка о комикс, которая объясняет о том, как работает информация, как устроен компьютер. Я же научила вот этому гиковскому любопытству копаться в компьютерах с самого-самого-самого детства. И вся эта страсть к экспериментам, то, что меня далеко забыла. У меня мама когда-то работала преподавателем математики и информатики, и дома было очень много книг на эту тему. И это вот одна из тех книг, которая может влюбить вас в математику, потому что решать вот эти задачи сродни тому, как, не знаю, поиграть в какую-нибудь видеоигру. У родителей еще был книжный магазин, и я мог по каталогу заказывать, какие я хочу книги. И ориентируясь только лишь на название, я заказал эту книжку, и она стала для меня путеводной звездой в графическом дизайне. Собственно, она суперпроста, и, по-моему, докладчику стоит ее прочитать. Эту книжку вам не дадут почитать в школе, не зададут. И в свое время для меня эта культурная литература стала мощным откровением. Метовборник рассказывал с Чарльзом Куковским, который пишет про женщины и алкоголь. Я поступил на журфак, надеясь заниматься написанием текста, потому что мне это очень нравилось, и в какой-то момент я совершенно в этом разочаровался, потому что журналистика совсем не про это. Но желание писать, вообще, я занимался этим, осталось, и я когда-нибудь тоже напишу свою собственную книжку. Живя в общежитии, будучи студентом, я сидел и скачивал книжки, читал музыку. И это вот та книжка, которая заставила меня тратить драгоценные мегабайты трафика полностью, чтобы скачивать музыкальные альбомы, которые были разбросаны повсюду по этой книжке, их упоминаниям. Потом я вернулся к дизайну, начал прокачиваться, и это та книжка, которая, типа, ну, самая клевая тема, и я начал ее читать, она на английском языке, она суперсложная. И, короче, все это обернулось с тем, что я сделал перевод ее, выложил бесплатно в интернет, и это стало первым моим серьезным веб-проектом. Я тогда очень любил подход бюро Грабунова, это вот вся логичность, правильное решение, и, собственно, эта книжка очень важная на тему, и она покруче любого дизайна-финкинга. Ставишь задачу, придумаешь идеальное решение, раз, два, три и три уже все это удается. Собственно, я очень быстро получил повышение на той работе, на которой я работал, и мне появилась возможность строить ползарлаты, наверное, книжки с Амазона. Вот, и в этой книге был мой вишлист. Я что-то пошел с ней, там, типа, в 20 центов, что-то в сотню долларов. Была увлекательная охота за винтажевыми книжками. По долгой службе я занимался презентациями и делал для топ-менеджмента компании, в которой я работал, презентации, и в какой-то момент я понял, что одной только графикой не обойтись, и нужно развивать подход, как сделать презентацию, как построить выступление, как сделать правильные заголовок на слайде. Эта книга, наверное, лучше на эту тему. По крайней мере, с нее стоит начать. Вокруг царил корпоративный идиотизм, и я пытался разбираться, почему так происходит. Эта книга не дала мне, она дала мне понимание, но не дала мне смирение. Собственно, после этого я, хлопнув дверь, умолился и приехал в Москву. Но в Москве тяжело, когда ты бросаешь привычный образ жизни, обращаешься к духовному и учишься тому, как жить, чтобы не париться, что ли. Собственно, важный текст от зенбодизма. Также я черпнул вдохновление в биографии. Биография — это один из самых моих любимых жанров, и Стив Джобс вдохновил очень многих предпринимателей, дизайнеров, кого угодно, на то, чтобы доносить свою идею, биться до конца, сделать это. Следующая книжка ровно про это же — это ReWork, «Сигнал», который сейчас называется Basecamp. Оно про остро отточенную бритву Акама, когда ты срезаешь все лишнее, и ничего не остается, кроме того, чтобы сделать этот продукт. Наверное, лучшая бизнес-книга. Все, соли, мусор. Но я не забывал про графический дизайн. Это один из лучших графических дизайнеров нашего рок-звезда граф-дизайна. Даже книга оформлена не так, как у всех, и это супер такой эксус в историю современного графического дизайна, как делать не так, как делают все, и доносить свою душу через эти работы. Эта книга настолько меня зацепила, что я покупал ее пачками и дарил своим друзьям и коллегам. Привет, коллеги. И она про итеративный подход, про то, как посадить эту маленькое семечко и вырастить итерационно большую штуку. Очень крутая книга. Есть на русском языке. В какой-то момент я начал изучать программирование, потому что современный дизайнер никак не может обойтись без технологий. Это моя первая книга, которая научила меня рекурсии, логическому мышлению и так далее. Собственно, 14 приложений для айфона за 14 дней. Окей. Как все это успевать? Do it tomorrow. Это лучшая книга по тайм-менеджменту, которую я когда-либо прочитал, и она действительно что-то изменила в моей жизни. Я действительно что-то начал успевать. Если за остальной мусор по тайм-менеджменту, то архангельский. Ну и, собственно, последняя книга про черные лебеди, но меня больше интересуют белые лебеди, это те события, которые могут поменять вашу жизнь к лучшему. Идите туда, где у вас больше возможностей. И, собственно, я не стал отказываться от такой возможности, и получил приглашение от Димы сегодня сделать эту презентацию. Сделал за пару часов, отрепетировал. Теперь я перед вами. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ